здравствуй дорогой зритель большая коробка у нас в кадре это хорошо плохо принесли вот такой вот драный хоть и курьером в общем курьерской службы мне абсолютно не понравилось потому как он звонит беда печаль посмотрим насколько дело повреждено звонит курьер я приехал выходите я бы куда выходить к подъезду я главы чего не подумаете нет мы не подымаем ребят это какой-то песец непонятный не но как бы внутри-то чайник чайник от сяоми песец относительно того в каком состоянии пришла коробка просто отвратительно честно просто отвратительно ну давайте посмотрим насколько она была надежно запакована пока вот эти все пенопласты мне нравится сам чайник пришел без повреждений вот это мне нравится прям вот очень и очень и очень да я может быть даже случайник поменяют учет у меня подглючить начал и есть вот такой вот нас переходничок хорошего качества переходник строго трасть растягивается помимо того что он растягивается как он туда так хорошо прячется на самом деле тоже мне нравится об защиточка я чё-то не понимаю да ну да ребят я чё-то не понимаю вот смотрите да то есть вот сверху у нас получается земля сверху нас получается земля и на переходнике опять же у нас нарисована опять же земля значок земли и когда мы втыкаем в переходничок здесь у нас ну ничего нету как он землю то будет брать чушь какая-то ну да ладно переходник есть в этом отношении все симпатично все хорошо я думаю надо переместиться на кухню и посмотреть насколько быстро он вскипает а а так ну вот прям вот очень и очень прикольно то что тут нет никакого пластика который может там что-то выделять вот так также у него получается в связи с тем то что металл полностью да не только снизу а полностью то ну собственно говоря об этом наверное думаю на кухне и пообщаемся сейчас вернусь ой ребятки уже не смешно значит еще раз да вот этот симпатичный переходник на котором нет земли нет заземления вроде как бы ладно но мы берем а он не лезет в розетку он банально не лезет в розетку ну вот не знаю вот для каких розеток это придумано моим не лезет берем переходник который был у меня вставляем и что в плюсе да то что в данном случае земля а будет заземляться она будет заземляться все должно быть хорошо все включили мы наконец его берем чайничек он приоткрылся чуть-чуть открываем его дальше и нальем в него полтора литра воды поставим чайник и сделаем следующее сюда чуть-чуть чтобы было виднее возьмем секундомер и включим чайник посмотрим сколько уйдет на закипание на кнопки мы видим загорелась красным светом индикации что он включен ну посмотрим сколько сколько времени уйдет на то чтобы вскипятить звуки появился да чтобы вскипятить полтора литра довольно необычные звуки он издает при закипании в принципе кипит но пока почему то не отключается и так чуть больше пяти минут у него уходит на то чтобы вскипятить полтора литра воды далее давайте рассмотрим его плюсы и минусы явный плюс он не греется то есть тут происходит что-то по принципу термоса следовательно он достаточно долго будет остывать и ну что немаловажно он будет безопасен для прикосновения да то есть если ребенок его коснется ожогов не будет но есть определенный момент например до этого до этого извиняюсь что он в таком нечищенном состоянии но собственно говоря вот он сейчас покажет основную проблему почему у меня был такой чайник да потому как стекло это ну абсолютно без проблем да есть нагревательный элемент он из металла да есть стекло и все это дело при закипании не выделяет никаких вредных веществ в отличие если вы там будете использовать пластиковый чайник да у пластиковый чайник такая возможность есть вы видите в принципе насколько наша вода оставляет накипь как минимум это накипь тоже не есть хорошо да в случае с моим филипсом у него есть сеточка тут сеточки нету значит первое приоткрытие делается для того чтобы можно было наливать да то есть вот такое вот маленькое отверстие наливаться кипяток будет достаточно долго первое открытие создано для этого можно открыть дальше и наливать непосредственно сам чайник водой давайте наверное этот кипяток вылью частично я его превращу в так называемый холодный кипяток абсолютно друг друга друг другу противоречащие вещи да то есть кипяток и холодный кипяток ну в принципе это невозможно по хорошему это холодная кипяченая вода ну ее все называют холодный кипяток еще часть из этого чайника я налью наведу себе кофеечек при этом да давайте посмотрим плохо как-то да льется давайте приоткроем с приоткрытого он будет литься уже получше мы берем кофеечек для заваривания сейчас мы его чуть попозже попьем тряпочкой все это дело вытрем и вернемся к нашему чайнику как гребаные урановые рудники что-то кашляют все кругом и всюду вернемся к чайнику а также давайте посмотрим что у нас тут на QR-коде зашифровано что-то не хочет сканер считывать QR-код по непонятной причине мой сканер штрих-кодов не захотел считывать этот QR-код и так явные плюсы приятный вот так вот ходящая крышка по-моему все-таки не должно быть а приятный безопасный то есть вот без проблем да вот он недавно скипел я его держу не обжигаюсь симпатичный красивый недорогой чайник то есть ему цена насколько помню в районе двух тысяч рублей но учитывая те гадкие чайники которые у нас продаются в этом ценовом сегменте xiaomi конечно выиграет минус переходник я сейчас конечно попробую поискать ссылку для того чтобы вам выложить с евро вилкой с евро вилкой это наверное будет совсем хорошо может быть посмотрю другие цвета а также посмотрю чайник который будет умным делал тут обзорчик на одну вещь и что-то как-то я загорелся создать умный дом поуправлять все это дело со смартфона об этом вам и рассказать в целом чайник мне очень даже понравился филипс начал что-то как-то подтупливать и так далее и тому подобное вполне возможно на что-то от xiaomi я поменяю ну а так в целом все показал все рассказал прощаюсь до скорых встреч есть какие-то комментарии оставляйте всем пока а